Добрый день! Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем наши беседы о горе Вознесения, Елеонской горе, месте, где вознесся на небо Господь наш Иисус Христос. Мы с вами рассказывали о судьбе храма на том месте, где Господь наш вознесся в таких непростых событиях в истории почитания этого места. Ну и также побеседовали о том расцвете монашеской жизни, который покрыл Елеонскую гору неувидаемой славой. Присутствует там сотен тысяч монашествующих, которые подвязались в 24 монастырях, существовавших в период расцвета монашеской жизни на Елеонской горе во времена богочестивой Византийской империи. Но сегодня мы с вами продолжим нашу беседу об Елеонской горе, о горе Вознесения и расскажем о процессе возрождения ее святынь, который совершался сразу в нескольких направлениях. И стало это возможно в связи с тем, что к началу XIX века Турецкая империя, которая прежде была такой опорой исключительно мусульманского населения, вошедших в ее пределы стран, постепенно встает на путь реформ, на путь каких-то более таких уже либеральных преобразований, которые дают намного больше возможностей и христианскому населению империи, и тем христианским державам Европы, которые заинтересованы в том, чтобы упрочить в Турецкой империи свое присутствие и оказывать покровительство в том числе многочисленным святым местам, расположенным в различных областях Турецкой империи. В первую очередь это, конечно, святые места Палестины, Святой Земли, Сирии, которые оказываются под пристальным вниманием сразу нескольких держав и разных церквей. Главным образом это, конечно, церковь католическая, интересы которой на Святой Земле в первую очередь преследует Франция, французская монархия и французская республика, ну, в большей степени, конечно, в монархический период правления Франции. Это отчасти англиканская церковь, отчасти лютеранская церковь, покровительствуемая в основном союзником Турции, Германии, и, ну, безусловно, Российская империя, которая оказывает свое покровительство православным христианам, среди которых наиболее древней авторитетной церковью является Иерусалимский патриархат, греко-ирусалимский патриархат к числу прихожан и служителей, которого относятся как греки, так и арабоязычные населения Святой Земли. Итак, вот в этих нескольких направлениях движется восстановление святынь Палестины и в том числе Елеонской горы. Что касается католического присутствия на ней и возрождения католических святынь, то католики успевают утвердить свое присутствие в нескольких достаточно важных для христианской церкви и христианской святости местах. В первую очередь, конечно, это выражается в восстановлении имя древней церкви, которая была построена еще императрицей Еленой Святой Равноапостольной, матерью императора Константина, на Елеонской горе в начале IV века, как мы об этом уже говорили. Эта церковь традиционно называется Елеона, и под ее сводами совершается воспоминание вообще всех каких-то священных событий, которые так или иначе связаны с Елеонской горой. Это не только Вознесение, это и дарование молитвы Отче наш Господом, своим ученикам, это и его проповеди, его поучения, его плач о Барусалиме, которые Господь совершает также на Елеонской горе. И вот все вот эти святые священные евангельские воспоминания, они сходятся в этой древней Елеонской церкви. Нижняя часть, по крайней мере, этого храма была пещерной, и надо сказать, что в ней нашли свое упокоение по меньшей мере девять предстоятелей Иерусалимской церкви, в числе которых и знаменитый епископ IV века Кирилл Русалимский, который оставил нам свои огласительные слова или поучения, его беседы с теми, кто готовился к принятию святого крещения, где, кстати говоря, также содержится немало сведений и о тех святых местах, которые ко времени жизни святого Кирилла Иерусалимского почитались в пределах Иерусалимской и Кесарийской церкви. Итак, эта древняя святыня, она также в восприятии западных крестоноских паломников впоследствии обрастает еще и такими многочисленными легендами. В частности, например, сохраняется такое предание о том, что Господь не просто на склонах Иерусалимской горы научил своих учеников этой молитве, но даже начертал его своим перстом на капельной плите. По мере развития этой легенды, этого предания, крестоносцы сумели добавить еще и такие подробности, что Господь записал ее якобы на трех языках – на арамейском, греческом, ну и, естественно, на любезном их сердцу латинском. Это предание вместе с подтверждающими его каменными плитами всячески поддерживалось в монастыре в честь молитвы «Отче наш» Патер Ностр, которую в XII веке начали восстанавливать уроженцы Ютландии, потомки викингов Свейн и Эрик Свенсены. Первый из них, надо сказать, являлся епископом города Выборг. Правда, по всей вероятности, речь идет не о том Выборге, который сейчас находится в наших отечественных пределах на границе с Финляндией, но о другом городе того же названия, расположенном в родной для Свенсенов Дании. Вот эти два отважных крестоносца, пользуясь возможностями своего аристократического происхождения, восстанавливают католический монастырь в честь молитвы «Отче наш», а один из братьев даже оказывается там погребен, о чем свидетельствует сохранившаяся до нашего времени его надгробная плита. Но к XIV веку монастырь этот оказывается в упадке с большим трудом среди руин. Католический монах Николай из Поджибонси обнаруживает в разваленных плиту с надписью «Отче наш», которую перевозят в Рим. Но затем на протяжении долгих веков восстановить эту древню святыню никак не удается. Пока в XIX веке в дело не вмешивается одна очень такая яркая представительница итальяно-французской богемы. Элоиза Аурелия, урожденная де Басси, которая в своем третьем замужестве становится ни много ни мало, как герцогиня, принцессой де Латур де Аверни. Вот эта Элоиза Аурелия де Басси была дочерью такого очень известного итальянского патриота и поэта Жозефа де Басси. Приходилась роднёй Наполеону III, но жизнь свою главным образом проводила во Франции, где приобрела значительные имения через свои удачные женитьбы. И в то же время, проводя жизнь вполне такой светской ильвийцы, как и многие итальянки, в глубине своей души она сохраняет полную веру и преданность римско-католической церкви, ну и вообще, собственно, христианской церкви, любовь к Богу. И сама говорит, что во всех трудных обстоятельствах её жизни опорой для неё всегда являлась молитва Патер Ностер «Отче наш». И поэтому однажды загорается желанием непременно отыскать то самое древнее место, на котором Господь даровал эту молитву своим ученикам. Поэтому значительные средства из своих сбережений она тратит на то, чтобы в 1857 году выкупить участок, на котором предположительно находился этот монастырь, но который был завален мусором, битым камнем и представлял из себя просто такую окрестную свалку для местного сельского рабоязычного населения. И поэтому найти там, собственно, монастырь было таким очень непростым делом. В течение трёх сезонов экспедиции знаменитого французского археолога Клермона Ганно проводят раскопки за раскопками, но безрезультатно. И когда уже устроители этого мероприятия готовы, казалось бы, отчаяться в своём начинании, к счастью, они сподобляются удачной находке, натыкаются на часть древнего храма, постепенно расчищают и всё остальное, и на свои средства герцогиня или принцесса Делатурде Аверни возводит здесь такую весьма живописную обитель в стиле близких её сердцу итальянских обителей Пизы, отдаёт её сёстрам-кармелиткам, и в этом храме, посвящённом молитве «Отче наш», который она строит, находит своё упокоение и сердце её отца Дебаси, который специально привозит сюда и хоронит в отдельной часовне, и самой Элоизы Аурелии, которую также в 1889 году, после её кончины, согласно её завещанию, погребают в её самом таком вот знаменитом детище в монастыре, которое сейчас делят между собой общины сестёр-кармелиток и община белых отцов. Это такой особый орден католической церкви, который главным образом занят проповедью Святого Евангелия в странах Африки. Надо сказать, что монастырь этот действительно очень так благолепно восстановлен, очень интересно использованы такие детали в его восстановлении. Он, правда, очень похож на такие средимноморские монастыри. В нём сохранена древняя пещерная византийская церковь. Ну, правда, богослужения в ней не совершаются, но можно прийти туда, помолиться, почитать «Отче наш» и пропеть, может быть, величание святителю Кириллу Иерусалимскому и вечную память остальным предстоятелям Иерусалимской церкви, которые нашли там место своего покоения. В самом же Клуатре, то есть дворе галереи, которая окружает по итальянской традиции, католической традиции, монастырский двор, внутреннее пространство монастыря, размещены особые такие панно, набранные из кафельных плиток, на которые нанесена молитва «Отче наш» на разных языках. Видимо, к этой идее подтолкнуло у строителей обители предание о том, что в древней святыне монастыря являлась вот та самая каменная плита с текстом молитвы «Отче наш» на трех языках – арамейском, греческом и латинском. И вот эту традицию, несмотря на то, что плита была уже утрачена, они решили возродить в виде таких панно, расположенных по стенам монастыря. Ну, а с течением времени число языков, на которых написана молитва «Отче наш» стала увеличиваться, сейчас уже превышает сотню различных языков, в том числе там, как ни странно, содержится и отдельное прочтение молитвы «Отче наш» на церковно-славянском языке, а также отдельное панно, на котором эта молитва набрана на языке московитов. Так она сверху и подписана. Московиты. Ну, не знаю уж, так сказать, кто редактировал, составлял тексты этих молитв для авторов этих панно, судя по тому огромному количеству ошибок, которые допущены в текстах церковно-славянского и московитского, за правильность написания «Отче наш» на Эфиопском или Суахиле я точно не готов поручиться. Но, тем не менее, вот такая богочестивая традиция писать молитву, связанную с этим святым местом на разных языках, она получила свое продолжение, распространение в некоторых еще других, принадлежащих католической церкви, обителях на разных святых местах, связанных с евангельскими событиями. Католикам на Елеоне принадлежит также еще одно примечательное место. Это небольшой храм и небольшой монастырь, относящийся сейчас к ордену бенедиктинцев, который называется по-итальянски, по-латыни, вернее, Доминус Флевит, монастырь скорбящего Господа, слезы Господней, плачущего Господа. По преданию он расположен как раз-таки на том месте, где Господь оплакивал Иерусалим. Ну и действительно с этого места, на котором расположен монастырь Доминус Флевит, открывается прекрасный вид на старый город Иерусалима, на Иерусалимский храм, скорое разрушение которого так ясно видел и возвестил Спаситель, вместе с тем сокрушением, которое он сердце своим божественным испытывал к чадам народа Божия, чадам Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, плачет Спаситель, сколько раз хотел собрать я чад твоих, подобно тому, как кокош собирает под крылья птенцов своих. Но ты не выживал этого, и дом твой оставляется тебе пуст. Оплакивает Господь судьбу Иерусалима, и мы сейчас тоже посещаем это место, древнее место для того, чтобы прочесть соответствующие главы из Евангелия, в том числе там теперь обычно читается эсхатологическая проповедь Спасителя о судьбах мира. И надо сказать, что вообще монастырь Доминус Флемет расположен в пределах одного из древнейших просто таких вот иудейских кладбищ. Там сохранились погребения по меньшей мере второго периода храма, то есть периода от пятого века до Рождества Христова и вплоть до конца первого столетия по Рождестве Христовым. Место это было выкуплено католической церковью в 1881 году, а современный храм был построен на месте раскопанного, обнаруженного там, византийского монастыря, четвертого века замечательным архитектором, католическим архитектором, францинсканцем Антонио Барлуци. Надо сказать, конечно, один из лучших вообще архитекторов, который оставил действительно достойные памятники современного зодчества на святых местах богоспасаемой Палестины. Вот и здесь небольшой храм выполнен им в форме слезы. При его строительстве он постарался сохранить древнюю византийскую мозаику, которая повествует о некоем Игумене Домитиане, который подвязался на этом месте. А также была сделана новая такая мозаика с изображением кокоши, то есть курицы, птицы, наседки и птенцов, которых она собирает. Под своими крыльями вот вообраз притчи Спасителя. И это один из таких немногих храмов, у которых алтарь развернут не на восток, а на западную сторону. Для того, чтобы во время молитвы мы вместе со Спасителем как бы молились об Иерусалиме и оплакивали его исторические бедствия. В то время как в византийском храме, надо сказать, алтарь был без всяких подобных сантиментов обращен на восток, о чем и говорит сохранившаяся мозаика. Но вообще, как мы сказали, этот католический монастырь находится на месте огромнейшего просто и древнейшего, и, надо сказать, самого дорогого вообще в мире кладбища, на котором сохранилась погребальная пещера, в которой по преданию погребены святые пророки Малахия, Агей и Захария. Это последние пророки, которых называют печатью пророков. Уже последние пророки, которые в V веке до Рождества Христова ободряли вернувшихся из Вавилонского плена жителей Иерусалима к строению, к восстановлению храма в честь Бога истинного, благовествуя, проповедуя о том, что, несмотря на внешнюю скромность, слава этого храма превзойдет славу храма первого, который был построен царем Соломоном. Надо сказать, что эта гробница находится во владении Русской Православной Церкви. Кругом же ее окружает множество древних и современных еврейских могил, еврейского кладбища, которые на самом деле представляют из себя вот такие каменные склепы, куда просто целиком обмотанная в саван закладывается без всякого деревянного гроба тело усопшего иудина. Это не только самое древнее, но и самое дорогое в истории еврейское кладбище. Дело в том, что по иудейскому преданию именно здесь, в долине Ассофата, долине Кедронской, будет совершен некогда страшный суд, и покойники восстанут из мертвых. Благочестивые евреи постарались занять себе места, так сказать, в партере этого великого и страшного действия и оказаться погребенными в непосредственной близости от того места, где этот суд будет и это воскресенье из мертвых будет начинаться и происходить. Поэтому, надо сказать, что в средние века богатые еврейские семьи тратили огромные деньги для того, чтобы своих дорогих, в прямом и переносном смысле, родственников доставить иногда за очень далекое расстояние откуда-нибудь из Испании или из Италии или из Германии в бочки с рассолом или льдом привезти сюда на склоны Илеонской горы и упокоить вместе с их отцами и предками в каменных склепах на склонах Илеонской горы, куда они по традиции возлагают не цветы, а камни, как бы таким образом увеличивая, что ли, по своей такой древней традиции объем и, соответственно, значение этого погребения. Вот это кладбище тянется и обымает собой довольно значительную часть всего склона Илеонской горы. Ну, помимо вот этого католического присутствия и возрождения древних святынь, о котором мы говорили усилиями католиков, немало было сделано и православными греками Иерусалимского Патриархата, в том числе, опять же, при содействии благочестивых жертвователей из России, одним из первых был восстановлен монастырь, который получил именование Малой Галилеи. Это та самая Малая Галилея, где останавливался Господь со своими учениками. Этот участок был выкуплен на Илеонской горе не очень далеко от места Вознесения, дальше туда по склону горы в сторону той части Илеона, которая именуется Скопусы, где расположен сейчас знаменитый Иерусалимский университет. Вот выкуплен большой участок Масличных садов. Главным образом в этом строительстве и в этой организации принимал участие греческий заорданский митрополит Епифаний. Он сначала сумел турецкого правительства оформить разрешение на покупку маслячного, то есть оливкового сада и устройство заводика по переработке масла и производству свечей и всевозможной такой, так сказать, необходимой утвари для Иерусалимской патриархии. Под видом заводика он в 1907-1909 годах успел построить храм такой довольно странной формы, практически квадратной, для того, чтобы по внешнему виду он действительно был похож на небольшое такое заводское строение. Тем не менее, там был расположен храм, престол которого посвящен первому и второму явлению Господа нашего Иисуса Христа по своему воскресению своим ученикам, по преданию Иерусалимской церкви, эти явления произошли как раз-таки в Малой Галилее, где находились святые апостолы. Среди святынь этого храма находятся, например, мощи трех мучеников Прова Тараха и Андроника. Это мученики, которые пострадали в Иерусалиме еще в III веке, и мощи которых были обнаружены во время строительства дороги у Дамасских ворот, и оттуда были перенесены на Елеонскую гору. Также там хранится две почитаемых русских иконы, среди которых Федоровская икона Божьей Матери, от которой тоже происходили чудеса русского письма. А в алтаре находится подлинный крест, который украшал собой Голгофу, храм Гроба Господня, алтарь Святой Голгофы до пожара 1808 года, когда этот несколько пострадавший от огня крест был вынесен из храма, впоследствии заменен новым тем, который сейчас там находится, а вот этот старый, как древняя такая христианская чтимая святыня, нашел свое место в алтаре храма в Малой Галилее. Среди других очень любопытных мест находится также храм, также построенный на территории Малой Гефсимании, который посвящен Благовещению Престой Богородицы, но это исключительный и редчайший на самом деле по своему посвящению храм. Благовещение Престой Богородицы имеется в виду не когда и явился Гавриил в Назарете и обетовал рождение от нее спасителя мира, но так называемое смертное Благовещение, когда во время пребывания Божьей Матери в Иерусалиме и ее прогулок в Гефсиманию и на Святую Леонскую Гору на место вознесения ее сына, ей явился архангел Гавриил и Благовестил уже скоро и в течение трех дней отшествия ее из этого мира, на которое, как мы знаем, чудесным образом собрались святые апостолы и в том числе апостол Иван Богослов нес перед похоронной процессией Пречистой Девы ту пальмовую ветвь, которую принес вместе с этим благовестием из рая архангел Гавриил, вручив ее Пресвятой Деве в залог того, что она скоро окажется в райских садах вместе со своим сыном и Господом. Этот замечательный храм интересен еще тем, что росписи в нем были проведены русскими монахинями Сергия Анастасия, которые также похоронены буквально за алтарем этого храма. Там же похоронен и совершенно замечательный подвижник русской церкви игумен Серафим Кузнецов. И всячески советуем тем, кто придет в Малую Галилею, не полениться, дойти до этого храма спеть вечную память замечательному подвижнику батюшке отцу Серафиму Кузнецову, который нашел там свое такое последнее место своего упокоения. И наконец еще один монастырь Иерусалимского Патриархата находится прямо напротив мечети над местом Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. И монастырь этот также посвящен Вознесению Спасителя. Его история, надо сказать, невероятно драматична. Это последняя из святынь, которая была воссоздана на Елеоне и уже в 20 веке. В 1987 году настоятелем монастыря, который существовал всего лишь формально на бумаге в честь Вознесения Господня на Елеоне, был поставлен архимандрит Иоаким Страгилу, грек по происхождению с острова Кос. И он очень деятельно и усердно принялся за дело уже не такого формального на бумаге, а в действительности, в реальности восстановления и строительства этого монастыря. на совершенно голом месте, где стоял один небольшой барак, он пытается добиться разрешения от израильских властей на строительство храма в честь Вознесения. Но в это время батюшки дают совет, поскольку процесс оформления бумаг у властей Иерусалима, у властей Израиль это необычайно долгое трудоемкое дело, ему дает совет те средства, которые он успел собрать благодаря помощи своих земляков, уже сейчас, пока они не обесценились, пока не оказались потрачены на что-то другое, уже пустить на строительство храма, ну, хотя бы вот таким самостроем на принадлежащем Иерусалимскому Патриархату участке. К 1992 году этот храм оказывается полностью построен, пятикупольный храм, достаточно высокий, красивый, с верхним храмом, с помещением нижнего подземного храма, и как только в 1992 году храм оказывается закончен, приходит распоряжение от Иерусалимских властей, которым отцу Иакиму отказывается в праве на это строительство. Храм оказывается построен незаконно, и вот буквально в 1993 году уже спустя совсем немного времени после окончания строительства храма выходит распоряжение о его сносе. Израильские власти присылают на Леон строительную технику и буквально в течение самого краткого времени успевают разрушить верхний храм. Наши русские паломники, которые в то время оказались в Иерусалиме, были просто потрясены тем, как, останавливаясь в гостинице на Иллионской горе, они в окно своих номеров любовались на прекрасный греческий храм, а после того, как через два дня или три дня вернулись из Галилеи, вдруг застали на этом месте просто развороченные руины. Более того, узнав, что отец Иаким продолжает совершать богослужение в нижнем храме, еврейские власти посылают на это место технику, которая должна уничтожить полностью храм, в том числе и его подземную часть. И вот здесь происходит удивительное совершенно чудо. На одном из толпов верхнего храма, который избежал разрушения, висела сравнительно небольшая, может быть, около метра диаметром круглая икона спасителя, написанная маслом. И вот эта икона вдруг падает с этого столпа, катится, подкатывается прямо к бульдозеру, который занимается сносом храма, ударяется о его гусеницу, и техника внезапно выходит из строя. Без всяких причин. Несколько дней пытаются завести совершенно безрезультатно. Никоим образом это не удается, ее пришлось просто погрузить на платформу, вывести с Элеона, и вот таким чудесным вмешательством спасителя храм, нижний храм монастыря вознесения оказывается цел и до сих пор открыт для посещения. Это, кстати, чудесная и замечательная икона спасителя. Она сейчас висит в нижнем храме, можно поклониться к ней, она прямо в притворе висит при входе. А то место, где израильская техника начала разрушение храма, она успела пробить его кровлю, оно до сих пор сейчас там тоже обозначено в воспоминание о совершившемся с этой израильской техникой чуде и с этими богоборскими усилиями. Но надо сказать, что это было не последнее бедствие, которое обрывшилось на отца Иакима и на строящийся монастырь. На празднование казанской иконы 1995 года в ночь на 21 июля в монастырь внезапно под покровом ночи врывается несколько боевиков неизвестной принадлежности и одетых в черную одежду, в черные маски. Они пытаются уничтожить, поджечь храм и пытаются довести начатое дело до конца. К счастью, в эту ночь как раз отец Иаким, который вообще очень любил русских паломников, позволяет в своем монастыре остаться на ночь русскому паломнику Владимиру, который отличался такой вообще чрезвычайно такой физической силой, был очень таким крепким человеком, говорят, что служил в десантных войсках. В общем, промысел Божий приводит такого очень подготовленного в эту ночь именно русского человека в подвергающейся опасности обители. Он вмешивается в это нападение, благодаря ему удается защитить и храм, и отца Иакима, прогнать напавших, но, к сожалению, они не успевают предотвратить совершившееся в монастыре убийство. Буквально во дворе монастыря первым, на кого нападают эти неизвестные злоумышленники, оказывается родная мама отца Иакима, раба Божия Анастасия. Это вообще была выдающаяся, совершенно замечательная женщина, доктор физических наук, исследователь, физик, бывшая главой администрации на своем острове, необычайно верующая женщина, которая, оставив и науку, и административные свои посты, следует за сыном, поселяется в его монастыре и молится о том, она, по сохранившимся таким сведениям, она получила за некоторое время, за несколько месяцев до этих событий, извещение о том, что ее сын погибнет, ее материнское сердце не могло это вынести, она все вот эти месяцы молилась о том, чтобы вместо сына Господь забрал ее, и Господь исполнил ее молитву такую материнскую, на нее нападают эти злоумышленники, связывают ее, затыкают ее рот изолентой, и женщина, ну, прежде чем ее успели освободить, прогнав нападавших, она умирает от сердечного приступа, вот такое современное мученичество, которое совершилось над нею за ее любимого сына, отец Аким очень почитал свою родную мать, и такую духовную мать Анастасию, он устроил рядом с подземным храмом такую усыпальницу, куда положил ее тело, почитая ее как новомученицу нашего времени, и надо сказать, что праведность ее была подтверждена последующими явлениями и последующим ответом на молитвы паломников, которые приходили на это место и получали помощь по молитвам к новой мученице Анастасии. Однажды она ночью явилась своему сыну и стала будить его со словами «Отец Аким, что же ты спишь? В храме пожар». Придя в храм, отец Аким действительно увидел, что какие-то неизвестные хулиганы, забравшиеся через стену в монастырь, подожгли на престольные Евангелия, и храм выгорел дотла, если бы его мама, мученица Анастасия не явилась ему этой ночью, не разбудила и не отправила в храм для того, чтобы предотвратить такое грозящее ему бедствие. Сам отец Аким, человек безусловно праведной жизни, скончался на вознесении 2009 года, заранее предвидев свою кончину и успев закупить все, что было необходимо для его поминок, которые совершились в тот же день, как и празднование вознесения Христова, поскольку усопших в Иерусалиме хоронят в тот самый день, когда они умирают, ну, по причине особенностей вообще этого местного климата. Вот, отец Аким покупает ровно столько угощений, сколько приходят посетители на его праздник и на его поминки. И сейчас он погребен там же, рядом со своей матерью, вблизи от устроенного им реликвария в честь этого мученика Мамонта, где он собрал также большое количество различных Иерусалимских святынь. Сейчас в Вознесенском греческом монастыре подвязается такое интернациональное сестричество, которым руководит монах Иерусалимской патриархии отец Ахилиус, а в сестричество входят сестры самых разных национальностей, где в том числе есть и сестры из России. Всем, кто захочет посетить эту чудесную обитель и молитвенно помянуть новомученицу Анастасию и праведного архимандрита Иакима, всегда откроют там дверь, пустят, проведут, расскажут замечательную историю этого места, этой последней святыни по времени, которая оказалась возрождена на Святой горе Вознесения, на Иллионской горе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Анастасия 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 Анастасия